Вторая группа требований, которые являются универсальными к исследовательским и проектным работам вне зависимости от их тематики, это логичность структуры исследования или проектирования. Структуру исследовательской работы можно представить в виде следующей схемы. Начинается с выбора темы, из которой следует цель. Для достижения цели ставится ряд задач, обычно немного, 3, 5, больше уже не следует. Далее идет такой черный, но в данном случае серый ящик, как выполнение исследования, большую часть времени занимает, и по итогам исследования должны быть сделаны выводы, отвечающие на поставленные задачи. На каждую задачу должен быть вывод, но иногда допускается два вывода на одну задачу. Гипотеза с обозначенным пунктиром, поскольку она может быть, но не всегда обязательна. Если гипотеза была, то она должна оцениваться. Ну и на выходе, конечно, любое исследование, хотя оно и является законченным, должно дать основу для новой темы исследований. Этот цикл исследования запускается по новому витку. В рукописи работы, в печатной работе, как в некоторых положениях сказано, наиболее целесообразно, следующая структура. Все наши цели полагания и обоснование актуальности выбранной темы идет в раздел «Введение». Иногда раздел «Глава», тут уже не принципиально, как будет названо. Иногда выделяется раздел «Обзор литературы», но для школьных работ, мне кажется, все-таки это избыточно. В большинстве случаев достаточно одного-двух абзацев литературного обзора в составе введения, которые подводят нас к выбранной теме, поставленной цели и задачи. Показывают новизну нашей работы и в то же время преемственность с существующими исследованиями. То, как исследование выполнялось и что было получено, представляется в двух разделах «Материал» и «Методы». Здесь подробно даются ответы на вопросы, что, где, когда, как, в какие сроки проводилось исследование. И результаты обсуждения, результаты то, что было получено, включая цифровые данные, различные таблицы, диаграммы. И обсуждение — это сравнение литературных своих данных с литературными данными, некоторое абстрагирование, интерпретация своих данных. Ну, опять же, существует практика разделения на рубрики «Результаты» и рубрика «Обсуждения», но все-таки для школьных работ это сложно. Там полноценное обсуждение школьник вряд ли сможет написать, поэтому целесообразно их не разделять. Ну и выводы могут составлять отдельный структурный элемент рукописи, или могут объединяться в заключения, где можно, помимо, собственно, выводов, делать еще некоторые планы на будущее, давать оценку проведенной деятельности, в том числе для личностного развития, но это уже факультативный элемент, а выводы по числу задач — это обязательно. Для проектной работы вот такой общепринятой структуры рукописи, структуру текста, которая отражает, что проект не принято, в общем-то, если смотреть проект, например, инфраструктурный, проекты, предусмотренные какими-то государственными, муниципальными программами, там одни требования, образовательным проектам, школ, педагогов требования другие, в инженерной сфере, в IT-технологиях свои требования. Для школьных работ, мне кажется, целесообразной такая схема. Начинается все с анализа ситуации, в которой выделяется проблема, и, соответственно, неразрывно идет выстраивание образа желаемого будущего. Тут в разной литературе по-разному, да, что идет сначала образ желаемого будущего или анализ текущей ситуации, но фактически они неразделимы. Дальше мы формулируем цель, задачи, идеи решения, критерии результата, план реализации, и на разных этапах реализации проекта, и его, ну даже на этапе его планирования должно происходить оценивание автором. Ну и по результатам выполнения проекта уже оценка внешним миром. Ну, в принципе, экспертов рекомендуется подключать тоже на разных этапах проектирования, но школьные проекты не такие большие, поэтому все-таки тут скорее идет по окончании работы. Если опираться на такую схему структуры исследовательских работ и проектных работ, то легко выделить наиболее распространенные недостатки таких работ, которые просматриваются на конкурсах областных, ну и, в общем-то, эксперты всероссийских конкурсов, конференции тоже самое отмечают, так что это стандартная ситуация. Ну и хотя, опять же, требования к индивидуальным проектам в школе могут быть пониже, чем к конкурсным исследовательским проектным работам, но все равно этих недостатков лучше избегать. Самое распространенное – это, конечно, глобальная тема, которой результаты не будут соответствовать, но в силу того, что тема слишком глобальная, невыполнима одним школьникам или даже коллективам. Второй недостаток – это такая лабораторная формулировка темы или цели работы. Когда ставится цель доказать что-либо, освоить методику и так далее, то результат уже предполагается данным, соответственно, в такой работе нет новизны и, по большому счету, нет никакого смысла. Неувязки отдельных структурных частей работы, задачи не соответствуют цели, выводы не соответствуют задачам и так далее. Это очень распространенный недостаток. Практически всегда его можно обнаружить, можно придраться, но чуть позже мы посмотрим, какие наиболее явные примеры таких неувязок. Это формальные логические недостатки структуры работы, которые может увидеть эксперт, который не является специалистом в конкретной теме, но просто обладает образованием, она обладает нормальным логическим мышлением и так далее. Следующие недостатки уже более содержательные. Нет системности в понимании изучаемого объекта. Действительно, системный взгляд на вещи выработать школьнику все-таки непросто. Обычно ему просто интересно освоить какую-то деятельность, провести опыты, а вот как их связать, зачем это проведено, далеко не всегда умеет ответить. Ну и может быть, если для средних классов это нормально, то все-таки старшеклассник должен учиться отвечать на подобные вопросы. Недостаток, который я назвал ложная оригинальность, неосмысленное применение методов и инструментов. Сейчас компьютеры позволяют проводить самые разные виды статистического анализа, обработки карт и так далее. Можно посчитать какой угодно индекс, но если этого слишком много и не обоснованно расчеты для достижения поставленной цели, то эксперты могут указать на это как недостаток. С моей точки зрения, это таким большим недостатком не является. нужно уметь учиться разным методам подхода. Но опять же, если работа представляется на какой-то высокорейтинговый конкурс, то можно и над этим критерием поработать и лишнее от своей работы отсечь. И еще один важный распространенный недостаток это, так сказать, смешение жанров. Исследования и проектирования смешиваются. Понятно, что в ходе своей деятельности каждый человек стремится в нормальной ситуации и узнать что-то новое и поделиться своими знаниями с окружающими и на основе знаний улучшить окружающий мир. Но в работах все-таки эти задачи желательно разделять. Пусть один и тот же материал послужит для оформления, выстраивания работ разного жанра. Чтобы было более понятно недостатки и требования к исследовательским и проектным работам, мы рассмотрим такую ключевую позицию как выбор темы и формулировка названия. Понятно, что с позиции науковедения, философии науки название темы работы это разные вещи. В данном случае мы на этом не будем останавливаться. Момент выбора темы ключевой, поскольку, опять же, если тема будет слишком глобальная, недостаточно определенная, то работа будет провальная, ну и успех будет какой-то частичный. Для выбора темы важно соблюсти баланс между двумя группами требований. С одной стороны, новизна, оригинальность и доступность темы для автора, с другой стороны, научная, практическая значимость, актуальность, значимость работы, настоящий момент для человечества, ну или определенной социальной группы. Вот три таких вымышленных примера я здесь привожу. То есть, с одной стороны, тема, которая явно никем, да, раньше не исследовалась, но значимость ее вызывает сомнения, как значимость для практики, так и ее привязка к объективным закономерностям природы, научным законам. С другой стороны, вопросы очень важные, но в силу своей глобальности неразрешимые. Неразрешимые. И в третьей группе эти требования относятся к любой исследовательской и проектной работе, но если мы говорим об индивидуальном проекте школьника, то добавляется третья группа факторов, значимость темы для личностного развития автора, ну и она скорее приближается к правой группе требований, которые дают предпочтение глобальным темам. В ходе выполнения таких работ школьник может научиться разным методам, освоить разные методики исследования, ну если считать эффективность производительности труда, то она будет ниже. И поэтому если рассматривать с точки зрения научного продукта, то выгоднее общее направление исследования разбить на кучу мелких тем и раздать такие задания ученикам. методик, тут важно соблюдать баланс. Конечно, это искусство, но некоторую помощь нам окажет опора на гипотезы концепции теории современной науки. На основе этого мы ищем какие-то белые пятна и смотрим, что из этого доступно на нашем материале в условиях школы, где нет суперсовременных научных приборов. Такую тему на самом деле можно найти. Проверка известной закономерности и модели на новом эмпирическом материале. Например, психологи, социологи изучили что-то в США или даже в Москве, то ничто не мешает нам провести аналогичные исследования по аналогичной методике в своем городе, поселке, в своей школе. Пусть методика не оригинальна, но результат будет оригинальным. Ну и понятно, это касается и исследований животных, растений, которые все-таки в зарубежных странах пока изучены гораздо лучше, чем в нашей регионе. для проектных работ ключевой момент это выделение проблемы, которые происходят при анализе существующей ситуации. Здесь приведены требования к проблеме, которые в различных курсах проектной деятельности вы можете встретить. проблемы это противоречия, препятствия к развитию, которые имеют личную значимость для авторов проекта, ну и какую-то общественную значимость. Это такое противоречие, которое не может быть решено существующими средствами, и проблема всегда конкретная. Географическая привязка, временная привязка, социальная может быть привязка и так далее. Вот такие критерии, реперные точки для данного критерия приведены были в конкурсе проектов «Большие вызовы» в вызывательном центре Sirius. Тоже его можете использовать при разработке своих критерий. Более интересно, мне кажется, это посмотреть на примере некоторых тем проектов, которые касаются окружающей среды, условно говоря, экологического проектирования или проектирования в сфере благоустройства. Я выбрал направления, которые традиционно развиты в школах Калужской области, но сами формулировки, представленные на этих слайдах являются вымышленными. Если мы опишем проблему так, берег реки захламлен твердыми бытовыми отходами, то это не проблема. Во-первых, непонятно, почему это плохо. Конечно, интуитивно понятно, на основе обыденных знаний, но лучше это прописать. самое главное, что непонятно, в чем здесь трудно. Значит, надо взять и убрать. То есть, это какая-то стандартная, рутинная операция, которую должны совершать соответствующие службы, предприятия. Если мы обоснуем, что это не получается так сделать, необходимо какое-то нетривиальное решение, что-то нужно придумать, даже, можно сказать, изобрести, то это вполне достойная проблема для анализа. Второй пример озеленения благоустройства. Если на пришкольном участке мало цветов, то опять же непонятно, почему это плохо, и главное непонятно, к чему нельзя просто взять и посадить цветы. Ну и обратите внимание, если проблемный анализ мы проведем более-менее вдумчиво, то и тему проекта мы можем сформулировать достаточно узко, подчеркнуть новизну соответствующей темы. Не просто благоустройство пришкольного участка или цветочная клумба, а такая цветочная клумба такой проект благоустройства, который несет в себе некоторую идею ознакомления с разнообразием дикорастущих растений каких-то сортов культурных растений растения разных условиях окружающей среды опять же мы можем придумать такую экспозицию которая нигде нет на этом слайде приведены фрагменты снимков постеров которые использовались для стендах докладов на конкурсе большие вызовы по итогам проектной смены в образовательном центре сириус на что можно обратить внимание даже на первый вывод даже на таких серьезных мероприятиях всероссийских не все можно брать за образец вот например цель проекта была оценить влияние различных гигиенических процедур и профиля питания на состояние микрофлоры полости рта как мы понимаем цель достаточно широкая глобальная поскольку микрофлора большая гигиенических процедур тоже много и все комбинации учесть в одном проекте в общем-то нереально и в обосновании актуальности проблемы указано на какие-то препятствия к развитию связанные с заболеваниями полости рта но как это связано с самим проектом совершенно непонятно ну а первый фрагмент для описания проблемы для проекта цель которого повышение продуктивности клеточной линии путем оптимизации генетических конструкций кодирующих целевой белок это мне кажется вполне обоснованно проблемный анализ проведен и еще один пример что не обязательно начинать с текста и очень удобно бывает использовать различные графические средства визуализация урожай чайного листа по регионам страны и последний столбец красным выделен россия видно что урожайность здесь наименьшая даже меньше чем было в ссср это вполне понятно актуальность и значимость проблемы без каких-то текстовых пояснений ну и кстати при подготовке индивидуальных работ тоже бывает полезно начинать именно с такой визуализации составления схем диаграмм графиков умею учиться писать текст описывать проблему проекта в тексте конечно тоже надо особенно для старшеклассников это не отменяется просто порядок не обязательно все начинать с текста можно наоборот текстом заканчивать